Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Так, я недавно ездил на родину Apple, Nike, Adidas в Китай. Сгонял, был в Китае. Мне очень понравилось, очень много китайцев. Я, по-моему, только на третий день встретил иностранца, не китайца, и то чернокожего. Боже, как мы рады были друг друга видеть. Он еще наш оказался, это вообще сюр. Вам когда-нибудь, чернокожий тип в дредах говорил, салам, я из Крыма. Это что было? Вообще, честно говоря, страшно, конечно, летать одному в такую страну, как Китай. Честно говоря, мне и по России иногда одному стрёмно летать. Я был в Челябинске, и там в зоне досмотра передо мной у мужика из сумки достали вот такой тесак. Он смотрит на сотрудницу аэропорта, говорит, это подарок. И она положила тесак обратно. И мы полетели. Вообще, я из тех, кто очень сильно готовится к поездке всегда, особенно за границу, я из тех людей, кто берет с собой все документы. Все документы. Поэтому для меня нонсенс. Я когда вижу в аэропорту мужика, который... Сына забыл. Юра! Юра, папа волнуется. Ну, конечно, не без приключений. В эту поездку, короче, просрал онлайн-регистрацию. А когда ты просираешь онлайн-регистрацию, тебе место достается просто... Я не в хвосте летел, я на хвосте летел. Вот так вот. Скотчем меня присобачили. Я летел возле туалета прям. Конечно, в пласкарте, когда люди смывают, там смыв такой лояльный. Он такой, как будто ты его немножко расстроил, как будто бросил его. Он такой... Вот такой, типа... Че не звонишь? Как так? А в самолете, сука, разгерметизация просто. Слава богу, я пристегнутый был, потому что там, когда люди смывали, у меня вот так футболка развивалась. Чуть не засосала меня. Да. И проблема, что когда ты летишь вот в хвосте, там с тобой летят такие же твои соседи, тоже безответственные. Я летел с двумя китайцами без обид. Без обид. Но вот элитные китайцы, они впереди сидели в рубашках, макбуке, там что-то мир захватывали. Я летел возле... между двумя китайцами, боже. По-моему, Джеки Чан об них в фильме стулья ломает. Вот с такими я летел. Какие шумные, беспардонные. Они в какой-то момент просто уже пердеть начали. Я такой... Я через час, честно, сам уже перестреливаться с ними начал. Потому что... Ну, я тоже не люблю проигрывать. Ну, ё-моё. Ну, зато теперь после этого фраза российско-китайские отношения вышли на новый уровень. Для меня не пустой звук, как говорится уже. Работаем наперёд. Да, вообще, вот эта фраза, что Китай — это будущее, честно говоря, я с ней полностью согласен, потому что там это действительно чувствуется. Там, во-первых, всё по QR-кодам. Чтобы там даже в метро, чтобы попасть в метро, надо QR-код на датчик навести. Там первые два дня я тупил жёстко, просто стоишь, прикуриваешься. В какой-то момент меня эта толпа китайцев просто как через турникеты, как рок-звезду вот так вот перенесла. Я даже кайфанул немножко. Но Китай — будущее, но они и от прошлого как бы не отказываются. Там при всей вот этой инновационности можно увидеть, как просто на улице типа стригут. Просто на тротуаре, на лавке просто типа стригут не лазером. Просто вот стригут ножницами ржавыми. Вот просто вот как вам, кстати, притча. Нормально? Два юаня, два юаня. Очень дёшево вышло. Да. И там вот я для себя отметил такой момент, что там можно курить в заведениях до сих пор. То есть, честно говоря, я считаю... Вы поаплодировали. Ну хорошо. А я чувствую, что за запашина отсюда немножко идёт. Короче, я просто наоборот. Я наоборот считаю, что вот это лучший закон, который приняли на территории Российской Федерации о запрете курения в общественных местах, в заведениях. Потому что я помню вот эти времена, когда смертность от прокуренных курток была выше, чем от ковида. Вы помните? Ну это какие-то кошмарные времена были. Причём я просто ещё не курю сигареты. Я иногда вот хожу в сигарные клубы. Мне нравится вот этот деловой вайп. Там очень бизнес вайп всё время. Потому что вот курилка, да, где сиги курят, там всё время какие-то бюджетные разговоры. Там всё время... Сосут эту сигу одну как шлюху по кругу, передают. Просто добей, добей, добей. ЗПшка, ЗПшка. Когда ЗПшка? ЗПшка. ЗПшка. Когда? Реально, я заметил, что чем меньше у человека денег, тем он чаще спрашивает меня. Ты видел, сколько доллар стоит, братик? Ты видел, сколько доллар стоит? Я не видел, сколько доллар стоит. Я вообще ничего не держу в долларах. Я всё держу в баллах, спасибо. Мне оно не надо. Спасибо, пожалуйста. Вот моя транзакция. Реально, в курилке всегда бюджетные разговоры. А вот в сигарном клубе я вообще не могу представить. Ну как можно вот так вот сигару закурить и такое... Чё-то аванс не приходит. Ладно, я на электричку, а то последнее через 10 минут я погнал. Китай, Китай, как мне показалось, очень дисциплинированная страна. Я там, честно говоря, не встретил ни одного вот бомжа бездомного, правда. Я был просто в Нью-Йорке. Там, честно говоря, они вот через каждые 2 метра вот так лежат. Реально. Ещё наглые такие. Вот так идёшь, они такие. Five bucks! Five bucks! Five bucks! Five bucks! 560 рублей! Ты не *** мой родной. Чуть-чуть сцену сбрось немножко. Ты чё? И агрессивные там они очень. Я вот так выхожу из метро. Вот так вот бомж, вот так вот штаны спущены, вот так сыты, вот так на меня орёт. А-а-а! А-а-а! В эту же секунду вспомнил, соскучился по нашим бомжам, потому что они у нас такие вот культурные, интеллигентные, понимаешь? Ты в пробке стоишь, в пробке стоишь, он так в стекло стучит, ты опускаешь, он такой, дико извиняюсь, ты такой, внимаю, голубчик. Он такой, пять-семь рублей не будет, пять-семь рублей будет, конечно. Ты ему ещё сверху 10 рублей накинешь, он такой, стих, нифига себе, там ещё, там ещё культурная программа будет. АПЛОДИСМЕНТЫ Короче, ребятишки, я в прошлом, я сижу здесь в яме. Алексей Лукин, Владимир Епифанцев, Николай Шрайбер, Георгий Дронов и Алексей Кравченко. Казачки, готовьтесь! Доброй сече будет! В новом сериале о бандитских, лихих, но совсем не девяностых. Я вот здесь от всех? Да Зузу, ты на кого вилы поднял? Чепушила! Казачок. С первого апреля в восемь вечера. Я буду ждать тебя здесь. Созвони. Премьера на ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok